В Сеуле новая точка притяжения – Голубой дом. Бывший президентский дворец раньше строго охраняли, а теперь он распахнул двери для публики. Своё название получил благодаря крыше с бирюзовой черепицей – всего 150 тысяч деталей. Для прочности каждая была отлита индивидуально. Впервые за 74 года корейцы могут заглянуть внутрь дворца. Уже устремились тысячи. «Я благодарен, что Голубой дом открыли для публики. Впервые за 74 года. Я очень рад здесь быть». Но есть ограничения – 39 тысяч человек в день. Желающих попасть уже гораздо больше, поэтому власти Сеула разыгрывают билеты на вход в специальные лотереи. Открытие Голубого дома стало возможным благодаря решению нового президента Южной Кореи Юнсок Юля переехать из живописного дворца на склоне гор в комплекс Министерства обороны в центре столицы. Владелец мельницы на старинном рынке рядом с Голубым домом надеется, что поток туристов подстегнёт местный бизнес. «При администрации бывшего президента Ли Мюнбака было много протестов. Очень трудно было добираться в этот район. Машины не могли проехать, приходилось идти пешком. Голубой дом – это хорошее место. В наш район стало приезжать больше людей. Но всё равно грустно, что президент больше не здесь». Голубой дом является комплексом зданий, построенных в традиционном корейском стиле. Здесь есть сады и парк с живописными тропинками, вековыми деревьями, фонтанами, скульптурами и беседками. Британская полиция завершила расследование по делу о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна и антиковидных ограничений. По его итогам выписано 126 штрафов. Их получили 83 человека, в том числе премьер-министр Борис Джонсон, его супруга и министр финансов Риши Сунак. Политический скандал разгорелся в ноябре прошлого года. Сначала стало известно, что в декабре 2020-го 10 чиновников провели рождественскую вечеринку на Даунинг-стрит. Потом стали появляться сведения и о других неформальных встречах в правительственных зданиях. В стране в то время действовали карантинные меры. В январе этого года полиция начала расследование. Его вели 12 сотрудников Скотланд-Ярда. Они изучили несколько сотен документов, 500 фотографий и видеозаписи из камер наблюдения, а также опросили свидетелей. «Думаю, было очень важно провести расследование и сделать это кропотливо и досконально. Наше расследование было беспристрастным». Штрафы были выписаны за 8 вечеринок в период с мая 2020 года по апрель 2021. Полиция заявила, что штрафы пока никто не оспорил, и большая часть уже выплачена. Ранее многие политики публично извинились за участие в вечеринках. Некоторые подали в отставку. Бориса Джонсона также призвали покинуть пост, в том числе и его соратники из консервативной партии. Впрочем, премьер уходить не намерен. Говорит, что экономическая ситуация в стране сложная и требует постоянного внимания руководства. Деревья и дорожные знаки ломались, как спички, бились оконные стёкла, а кровлю срывало будто бумажную. На западную Германию обрушились дожди, грозы и ураганный ветер, который вызвал три торнадо. В земле Северный Рейн-Вестфали один человек погиб, и более 40 пострадали, 10 из них серьёзно. Власти заявляют об ущербе в миллионы евро. Метеорологическая служба выпустила штормовое предупреждение в середине прошлой недели. Она сообщила о наступающих грозах, крупном граде и штормовом ветре. Его скорость достигала 130 км в час. Власти рекомендовали людям не выходить из дома. Сильнее всего пострадали города Падерборн и Липштадт. Из-за упавших деревьев между Падерборном и Альтенбекеном было приостановлено железнодорожное сообщение. Также заблокированы автодороги. В Липштадте более 100 человек попали в ловушку. Они плавали в открытом бассейне, когда начался ураган. Поваленные деревья заблокировали выход. Выбраться из бассейна помогли пожарные. По данным метеорологов, экстремальная погода – результат того, что горячие воздушные массы, перемещаясь из Африки, столкнулись с холодными, которые двигались им навстречу из Северной Европы. Всемирная организация здравоохранения созывает экстренное совещание в связи с недавней вспышкой оспы обезьян. Вирусная инфекция сейчас распространяется в нескольких странах Европы, а также в США, Канаде и Австралии. Только в европейских странах может быть заражено более 100 человек. Вспышку уже назвали крупнейшей в истории региона. Вопрос в том, откуда вирус взялся – в неэндемичных для него странах. «Очень необычно видеть столько случаев в разных странах за пределами Африки. Думаю, в начале любой вспышки нужно провести масштабные исследования и понять пути передачи. Вероятно, существовали какие-то скрытые цепочки». Впервые вирус был обнаружен у обезьян. Чаще всего он распространяется в Западной и Центральной Африке. Симптомы включают жар, головные боли и кожное высыпание. Обычная болезнь передаётся через тесный контакт с заболевшим, включая капельки слюны, инфицированное выделение или загрязнённую одежду. Примечательно, что много случаев передачи связаны с половым контактом между мужчинами. Однако эксперты говорят, что вирус не ограничивается определёнными группами. «Думаю, люди должны понимать, что близкий контакт может происходить по-разному. Мы слышали о случаях передачи в пределах семей в Великобритании». Вакцины от оспы обезьян нет. Однако в ВОЗ говорят, что ранее использовали препараты от обычной оспы. Они были эффективны в 85% случаев. В последние десятилетия прививок от натуральной оспы почти не делают. Болезнь объявили побеждённой ещё в 80-х годах прошлого столетия. Пекин сообщил о рекордном числе случаев заболевания COVID за сутки – 99 новых заболевших. После этого в городе начали дезинфекцию дорог с пожарных машин. Город пытается выполнить линию партии в отношении коронавируса, которая звучит как ноль терпимости. Несмотря на то, что заболевших относительно немного, 22 миллиона жителей Пекина вынуждены сидеть дома, а также постоянно делать тесты на COVID. «Моя работа сильно не пострадала. Мы работаем из дома, потому что не ходит транспорт». Особенно жёсткие ограничения ввели в самом густонаселённом районе Чаоян. Здесь закрыты магазины, рынки и развлекательные заведения. Также многим людям приходится получать электронные пропуска, чтобы войти в собственный дом. «Я беспокоюсь, как тут не волноваться. Если с бизнесом постоянно проблемы, то он развалится. Боюсь, но пытаюсь держаться». Подобная ситуация наблюдается и в Шанхае. Там жителей ещё больше, и большинству приходится сидеть дома. Компартия Китая распорядилась закрывать целые районы, если там выявляют случаи коронавируса. Люди не могут выйти даже за базовыми продуктами, включая еду и лекарства. Многие в сети жалуются, что голодают. При этом эксперты отмечают, что статистика властей, скорее всего, занижены. И что случаев намного больше, поскольку вариант омикрон считается более заразным, чем предыдущие штаммы. Одновременно он также намного реже вызывает тяжёлые случаи заболевания. Часто протекает бессимптомно. 500 ткачих собрались вместе на побережье Тихого океана в чилийском городке Пуэрто-Сааведро. Это женщины, принадлежащие индейской народности Мапучи. Они пришли сюда с ткацкими станками и попробуют установить мировой рекорд, создав самое длинное тканное изделие. «Мы хотим, чтобы наши культуры и наш ткацкий станок сохранились сквозь века. Эту традицию долго хранили наши предки. Я очень взволнована возможностью показать наше мастерство и увидеть, как наши знания, исходя от людей, обретают форму». Каждая участница мероприятия соткала изделие длиной два метра. Потом их сшили вместе. В итоге общая длина достигла одного километра. Ткачихи использовали тонну овечьей пряжи. Она сострижена с овец, которых разводят на огненной земле. Пряжу соткали и окрасили индейцы народности Пурен. Получилось ли у коренных жительниц Чили установить рекорд, пока неизвестно. Модный дом Луи Виттон открыл новую выставку в Нью-Йорке. Она посвящена покойному дизайнеру Вирджилу Абло, а точнее его кроссовкам. Перед своей смертью Абло в сотрудничестве с Найки создал для Луи Виттон 47 моделей спортивной обуви. И уже 9 моделей выйдут в продажу в июне. «На 47 кроссовках этой коллекции вы увидите классическую эмблему компании в сочетании с символом Найки. Это объединение двух разных миров в один, который может понравиться более широкой массе людей и сделать моду более доступной». Пол в помещении музея переливается разными цветами. Также везде можно увидеть цитаты дизайнера. «Влияние Вирджила на нашу культуру и особенно на мир моды было огромным. Я думаю, что это будет одна из первых выставок, посвящённых ему и его наследию». Абло считался самым известным чернокожим дизайнером в мире моды. С 2018 года был креативным дизайнером мужской линии Луи Виттон. До этого работал диджеем и визуальным художником. В июле прошлого года ему позволили запускать новые бренды и сотрудничать с другими компаниями в различных секторах, помимо моды. Перед своей смертью в ноябре 2021 года он признался, что уже давно борется с раком. Выставка проходит до 31 мая на складе терминала Greenpoint в Бруклине. Вход бесплатный. Эти юные австралийцы – дети аборигенов. Возможно, через несколько лет они станут полицейскими. Полиция штата Виктория взяла их на обучение и стажировку. «Это немного безумно и весело. Мне нравится. Ходить каждую среду в полицейский участок и встречаться со всеми – это здорово». Студентам рассказывают обо всех аспектах полицейской службы. Помимо теории, есть практика. В числе прочего нужно научиться верховой езде и работе со служебными собаками. «Всё это очень интересно. На каждом занятии учишься чему-то новому и нет двух одинаковых дней». Сержант Джеймс Иган проработал в полиции почти 40 лет. Сейчас совмещает службу с преподаванием. Говорит, что очень трудно привлекать к учёбе детей коренных народов. У аборигенов издавна натянутые отношения с людьми в форме. «Мы надеемся, что эта программа разрушит барьер и поможет им понять, что униформа символизирует помощь и никак не связана с историей прошлого». Впрочем, некоторые юристы критикуют пилотный проект правоохранителей. Они считают его попыткой за счёт аборигенов решить проблему нехватки кадров. «Полиция Виктории должна сама навести у себя порядок, а не заставлять молодых аборигенов делать это вместо них». Полицейские приводят собственные аргументы. «Если студенты не вернутся к нам, ничего страшного. Мы просто готовим этих молодых людей к успешной карьере в любой области, которую они выберут». Обучение студентов рассчитано на два года. «Полиция Виктория»